Еще в конце весны многие синоптики прогнозировали аномально жаркое лето в России, которое могло возникнуть из-за климатического феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Однако это не предвещало природных аномалий. С начала первого месяца лета люди страдают от высоких температур, которые вызывают солнечный и тепловой удары, обезвоживание и многое другое. В свою очередь, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и дети особенно уязвимы к негативным последствиям жары. Жару переношу очень тяжело. Мне жарко. Я, как это сказать, родилась зимой, и мне непривычно жара, поэтому не люблю. А так, когда гуляю, я всегда гуляю в ТИИ. Для моего организма нормальная температура это плюс 22 градуса максимум. Жизнь изменилась, все равно приходится ходить, сдавать экзамены, ходить на работу. В целом просто состояние становится тяжелее, как моральное, так и физическое. Жару очень тяжело переношу, потому что я из севера, и я привыкла, где всегда холодно, где температура не доходит до 20 градусов весной, допустим. Но здесь, да, жарко. Поэтому вот спасаюсь веером. Веер с собой есть. Тепло я люблю, но когда очень жарко, трудно. Дышать как будто становится. Душно становится, жарко. В Казани, как и во многих других городах, жители справляются с жарой различными способами. Одним из самых популярных является употребление большого количества воды. Люди пьют холодные напитки, принимают прохладный душ, носят легкую и воздушную одежду и головные уборы. Также многие предпочитают проводить время в парках или на берегу реки или озера, где в любой момент можно искупаться воде или просто насладиться легкими потоками ветра. Я езжу в Лаишево. Недавно я ездила купаться, а также хожу в бассейн, чтобы хоть как-то убрать эту жару невыносимо. Было и пожарче. Ну, переношу нормально в рабочем режиме. С дома кондиционер вообще не выключается. Слава богу, что вообще есть. Вот. Окна на ночь постоянно открываю. К жаре я отношусь нормально, но бывает иногда тяжело, когда прям самый пик жары. Самое главное не находиться под солнцем в пиковое время, примерно с 12 до 3 часов дня, или стараться периодически заходить в тень, так как беже к обеду солнечные лучи наиболее активны и могут ухудшить состояние, начиная от головных болей и заканчивая потерей сознания. Согласно опросу казанцев, некоторые в этот период прячутся дома, сидя под кондиционером или вентилятором. Но здесь также стоит быть осторожным, так как оба устройства опасны не меньше солнечных лучей. Есть риск возникновения простуды, пневмонии и даже аллергии. Но при всех последствиях солнечной активности нужно помнить.